Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube канала. Подошло время для очередного видео с ответами на ваши вопросы. А вопросов, как всегда, поступило огромное количество. Кто-то даже успел обидеться на то, что уже несколько раз писал вопрос в комментариях, а я его не замечаю и до сих пор не ответил. Дорогие друзья, напоминаю, что мои ответы на ваши вопросы, это дело сугубо добровольное. Так скажем, мой подарок вам. И снимаю я такие видеоролики, когда у меня есть свободное время. Если вам нужно, чтобы я прям обязательно ответил на ваш вопрос, да еще индивидуально, персонально, записывайтесь на наши курсы показоводства. С каждым своим учеником, помимо общей работы в группе, мы еще работаем индивидуально. Каждый получает ответы на интересующие его вопросы. Поэтому давайте относиться к этому проще. Не получили ответ на ваш вопрос, значит, или записываетесь к нам на занятие, или в следующий раз я отвечу. Бывает такое, что люди и по 4, и по 5 раз пишут свои вопросы в комментариях к видео. Рано или поздно я его все равно замечу. Но не буду затягивать вступление, ведь люди ждут. А у нас первый вопрос. Буду очень благодарна, если вы в своих видео расскажете о содержании и рационе козлов разных пород. Есть ли различия при составлении рациона для козла породы Камори и Альпийца? Итак, дорогие друзья, при составлении рационов для козлов мы должны с вами учитывать. Во-первых, возраст козла, растет он еще или уже нет? Во-вторых, случной и не случайной периоды. То есть, есть данный момент нагрузка на козла или ее нет? И третий момент. При составлении рациона для козла-производителя мы учитываем наличие или отсутствие тех или иных кормов в хозяйстве. То есть, одних нет, но есть другие, какими можно заменить, компенсировать. Рационов для козлов с учетом породы не существует. Это полнейшая глупость по породам составлять рационы. Смотрите, мы и так учли с вами возраст, размеры, случной и не случайной сезоны. То есть, мы практически составляем для козла-производителя рацион индивидуально. Поэтому здесь уже априори не важна порода. Единственное, с чем может быть связано различие в рационе альпийского козла и козла породы Камори, так это с содержанием данных животных. То есть, Камори порода теплолюбивая. Соответственно, козел содержится в теплом помещении. Поэтому в его рационе может быть меньше энергии, больше сочных кормов. А козел альпийской породы при содержании его круглогодичным под навесом, либо в неотапливаемом помещении, так как у него достаточно густой подшерсток, требует к своему рациону повышенное содержание энергии. Но при этом в нем может совершенно отсутствовать сочный корм, в частности овощи. Кстати, в книге «Успешного козовода» на странице 166 есть подробное описание рационов козлов-производителей, с учетом случного и неслучного периодов, а также зимнего и летнего содержания. А у нас следующий комментарий, на который я хотел бы дать ответ, так как подобные вопросы стали появляться все чаще. Итак, Вячеслав Аркадьевич, добрый день, спасибо за ваше видео, все доступно и понятно. Пожалуйста, стараюсь. Начинаем изучать козоводство. Хотим в будущем записаться на ваши вебинары. Подскажите, пожалуйста, где было бы лучше заняться козоводством? Какие основные критерии выбора места? У нас это Тюмень, Самара или Нижний Новгород? Заранее спасибо большое. Послушайте, уважаемые зрители, если вы решили заняться молочным козоводством, вам необходимо учитывать в первую очередь два момента. Первый. Это наличие свободных площадей и относительно дешевые земли, которые вы можете взять в аренду, либо купить. И то есть количество площадей должно соответствовать тем размерам вашего козоводческого хозяйства, которое вы планируете создать. Плюс с перспективой на дальнейший рост, что, возможно, придется расширить ваше козоводческое хозяйство, так как деятельность будет успешная и поголовье необходимо будет наращивать. Поэтому в округе должны быть свободные земли. Второй момент. Вы должны продумать рынок сбыта. Где вы будете реализовывать вашу молочную продукцию? Есть ли рядом масло-сыр заводы, куда можно сдавать оптом? Если вы построите свой завод, небольшой, семейный, частный, где вы будете реализовывать готовую продукцию? Рынки вокруг крупные населенные пункты? Какие требования ветеринарные к реализации молочной продукции? Обязательно обратите внимание на этот момент. И еще одно условие, которое вам необходимо учесть, такое дополнительное, но при этом немаловажное. Обратите внимание на господдержки. У нас страна большая, она делится на регионы. Регионы, в свою очередь, на города и районы. Поддержка сельхозпроизводителей в нашей стране осуществляется на государственном уровне, региональном и районном. Поэтому, уважаемые комментаторы, вот конкретно вы пишете, что рассматриваете Тюмень, Самару и Нижний Новгород. Вам необходимо связаться с Министерством сельского хозяйства данных регионов и узнать о поддержке, которая там осуществляется для аграриев, для жителей села, под какие проценты могут дать вам финансирование, а может быть, какие-то есть гранты, причем не только региональные, но и в том районе, где вы планируете приобрести или арендовать земли. Внутри районов тоже есть поддержки. Да, они по финансам могут уступать региональным, но тем не менее, все-таки поддержка. Приведу пример. В районе, где я проживаю, есть различные гранты поддержки ЛПХ. И уже два хозяйства ими воспользовались. Одно хозяйство выиграло грант для того, чтобы построить небольшую семейную сыроварню, а второе для того, чтобы развиваться как козоводческое хозяйство. То есть для этого ЛПХ выделили энную сумму денег на приобретение, по-моему, 5 или 15, я уже не помню, коз и кормов для этих животных на целый год. Поэтому, как я уже сказал, кроме двух основных, учитывайте еще третий момент. Различные программы поддержки. И тогда, когда вы свяжетесь с Министерством сельского хозяйства, вам будет легче определиться, в какой регион стоит переезжать. А мы идем с вами далее. Здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, когда будет следующая онлайн-встреча с вами? Хочу заранее знать, чтобы не опоздать с вопросами. Спасибо. К сожалению, уже больше года, наверное, уже второй год, я не провожу никаких онлайн-встреч. У нас нет прямых эфиров, потому что я просто не успеваю. Но, как я уже сказал, вы можете задавать свои вопросы в наших обучающих группах. То есть, есть группы по обучению. В частности, мы уже определились с курсами на следующую зиму и весну. То есть, зима и весна 2024 года. Первым будет курс выращивания козля. Затем курс теперь экозавод. Далее пойдет курс выгодное экозаводство. И еще один курс находится в разработке. То есть, курсы длятся, как правило, по несколько недель. И все это время участники, возникающие у них вопросы, пишут мне в WhatsApp. И я отвечаю по мере возникновения этих вопросов. То есть, оперативно получить ответы на интересующие вас вопросы на данный момент можно только так. А мы идем далее. Если честно, сбился какой у нас по счету вопрос. Третий или четвертый. Читаю. Снова вопросы прямо из комментариев к видеоролику. Но, не важно какой по счету. Главное, что он есть. Здравствуйте, Вячеслав. У моих козочек малышей. Разная длина сосков. Сказывается ли это на удоях в будущем? И можно выбирать по этому признаку козочек на продуктивность. Как правило, длина сосков на удоях не сказывается. Да, важно, чтобы соски были хорошо выражены. Чем они крупнее и лучше выражены, тем легче в дальнейшем будет доить такую козу и руками, и доильным аппаратом. Ну, преимущественно руками. Доильный аппарат и маленькие соски прихватывает, а вот руками сложно. То есть, у козочек, когда вы сравниваете длину и размеры сосков, это указывает на то, что в дальнейшем, когда они окотятся, то есть вырастут, у них произойдут роды, то та козочка, у которой соски сейчас крупнее и длиньше, они также будут крупнее и длиньше в дальнейшем у нее, и доить ее будет удобнее, чем ту, у которой соски короткие. Поэтому при выборе даже козла-производителя обязательно нужно обращать внимание на его рудиментарные соски, которые расположены по краям мошонки. Они тоже должны быть хорошо выражены. То есть, это не должны быть какие-то точки, это должны быть висящие соски. Причем, чем крупнее эти рудиментарные соски у козла-производителя, тем крупнее соски будут у его дочерей. Есть такая закономерность. Поэтому, отвечая на вторую часть вашего вопроса, можно выбирать по этому признаку козочек на продуктивность. Да, это один из селекционных признаков. То есть, при выборе животных на племя, уже начиная с маленькой козочки, мы смотрим на то, как хорошо выражены соски. Не одинакового ли они размера, нет ли рудиментарных. То есть, все эти показатели тоже учитываются при выборе животных на племя. А у нас с вами еще один вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему при общении козочки начинают покусывать пальцы? Причем, некоторые так увлекаются, что пытаются уже дальними зубами раскусить палец. Может им чего-то не хватает в кормлении? Вопрос, конечно, очень милый на самом деле. Потому что пальцы покусывают, как правило, те козляты, которые были выращены на соске. И вы им настолько нравитесь, что они с удовольствием посасывают, покусывают ваши пальцы. Можно даже сказать, они настолько вас любят, что хотят сожрать. Да, вот так. До такой степени они любят своего хозяина, что готовы еще и раскусить ваш палец. Но уже не знают, как выразить вам свою любовь. Это не показатель того, что им чего-то не хватает. Всего им хватает. И судя по тому, что они посасывают, покусывают ваши пальцы, им еще и любви тоже в достатке хватает. И давайте возьмем с вами еще один вопрос. Добрый вечер. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, можно ли маленьким козлятам давать козье молоко после разморозки? В том году на раздое не хватило молочка. И я покупала коровья, но на двоих получается накладно. В этом году думаю наморозить мамкиного молока, но не знаю точно, можно ли. Вы абсолютно верно думаете. Это действительно хороший выход из сложившейся ситуации. Заморозить молоко. Козы идут в запуск, некоторые начинают доиться уже через день. Такое молоко под реализацию не очень хорошо подходит. Но вы прекрасно его можете замораживать. Мой вам совет, не морозьте в больших кастрюлях, баулах, 5-литровых бидонах и так далее. Морозьте в бутылочках 0,5 и литр. Так проще будет размораживать. Размораживается молоко на водяной бане. Либо на ночь вы достаете его из морозилки, либо заносите из сеней по зиме в дом, ставите в чашечку и до утра оно размораживается. Утром подогреваете до температуры парного молока и поете козлят. А то молоко, которое пойдет на кормление козлятам вечером, вы заносите с утра. Я вам более того скажу. Я и сам в этом году наморозил молоко. И козьего, и коровьего. Как только начались заморозки, сразу стал замораживать в бутылочках 0,5 и литр. Почему я вам и посоветовал именно такие объемы бутылок. Потому что сам замораживаю в таких очень удобно. Сделал я это как раз для того, чтобы весной после окотов молока хватало и нам, и покупателям, и козлята были не обделены. Обязательно проходите по ссылке под этим видео и заказывайте книгу успешного козовода. В которой вы получите ответы на многие интересующие вас вопросы. Спасибо вам за внимание и до свидания.